Добрый день, дорогие слушатели, инвесторы и люди, которые, может быть, просто пока интересуются фондом рынка. Сегодня у нас вторник, 6 часов, а значит, самое время уже запланировано для проведения интересных эфиров по финансовой тематике. Сегодня у нас в гостях Сергей Пирогов, основатель из SEO-аналитического агентства Invest Heroes. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Раз, слышите? Да, взаимно. Сергей, буквально сейчас минутку, некий регламент еще раз расскажу дорогим нашим слушателям и потом продолжим. Дорогие слушатели и особенно кто в записи слушает, призываем вас подписываться на наш телеграм-канал Газпромбанк Инвестиции. Безусловно, открывать счет в Газпромбанк Инвестиции и покупать для кого-то первые, для кого-то, может быть, не первые ценные бумаги. А вот что выбрать, как и почему, для этого приходите на наши эфиры или слушайте в записи и, надеемся, мы вам в этом поможем. Вторая часть – это по поводу вопросов уже, кто участвует онлайн. Напоминаю, что в последнем посте в закрепленных, в последнем посте в нашем телеграм-канале есть возможность писать комментарии-вопросы. Вот, обязательно этим пользуйтесь, если у вас будут по ходу вопросы к Сергею, пишите, я их озвучу. По регламенту сегодняшнего мероприятия, как обычно, первые минут 20-30, ну, в зависимости от темы, я задаю вопросы Сергею, а потом во второй части переходим к вашим вопросам, и Сергей, надеюсь, с удовольствием на них ответит. В общем, у нас, как обычно, плюс-минус час по времени, вот на это можно настраиваться. Ну что, не будем терять времени, давайте начинать. Сергей, еще раз спасибо, что пришли. Смотрите, обсуждаем российский рынок, вроде бы как это планировали, поэтому, если можно, сразу, сходу, что думаете в целом пока про российский рынок как объект инвестирования. Ну и второе, уже в частности, может быть, давайте начнем с каких-то компаний, которые вам кажутся на текущий момент сейчас инвест привлекательны. Спасибо. Сейчас тогда попробую обрисовать картинку. В целом, получается, что российский рынок сейчас находится в таком, скажем, болотистом состоянии, это связано с тем, что он действительно не знает, чего ожидать. То есть не очень понятно макроэкономические вводные, и по этой причине не очень понятно, сколько могут стоить компании. Например, не так давно центральный банк, в общем-то, показал, что он готов поддерживать импорт и упортеров, и, соответственно, нормально относится к пониженному курсу доллара и крепкому рублю. Соответственно, получается, что это сильно влияет на оценку силы рынка, и, в частности, экспортеров, занижая их доходы на неопределенное количество месяцев в этом году. И вот я вижу, там в чате даже был вопрос на эту тему, мы к нему потом вернемся про, какой курс рубля мы видим на будущее. Вот. Второе важное то, что пока есть вопрос с дефицитом нефти, из-за, так скажем, торговых ограничений, то получается, что цена на нефть очень высокая, это помогает части нашим компаниям, но надо учитывать дисконт Eurals Brand, который рекордный, продолжает торговаться около 30 долларов. Вот. И в-третьих, как бы тот факт, что у многих компаний бизнесы сейчас, я бы их описал как повреждены, то есть они пытаются вернуться к тому, что было несколько месяцев назад, и будут это делать еще не один год, а не пытаются развиваться. Поэтому фондовому рынку приходится дисконтировать тот факт, что мы от состояния повреждения возвращаемся к состоянию целого за несколько лет. Типа, это и нам нужно торговать, как инвесторам. Поэтому получается, что мой взгляд, исходя из этого, такое, что я предпочитаю инвестировать в компании, которые продолжат развиваться, и бизнес которых не пострадал. Среди голубых фишек мне больше всего в этом статусе нравится магнит, потому что продолжает развивать свою розничную сеть, выиграл от повышенной инфляции, и при этом каких-то ощутимых бизнес-потерь, там ни выручки, ни прибыли, в принципе, от ситуации не понес. Столько дивиденды перенес, потому что боится, что нужно больше будет оборотного капитала. Вот. С другой стороны, нужно обратить внимание на компании роста, то есть те, которые тоже могут развиваться, но помельче. То есть из таких имитентов можно выделить позитив, позитив технологию с киберобезопасностью, можно отметить, допустим, Белугу, который продолжает развивать сеть магазинов Inlab, можно отметить, наверное, более маленькие компании, ну, еще другие компании, сектор ритейла, это отчасти детский мир, отчасти фикс-прайс, но, к сожалению, у фикс-прайса проблема с тем, что это расписка, и как бы судьба акционеров, если ты покупаешь расписку, не очень понятна для тебя сейчас. Вот. А компании интернет-сектора, которые традиционно считались ростом, ну, в полной мере, как бы, сейчас нельзя называть таковыми, потому что все равно большая часть рекламных бюджетов ушла, и, соответственно, с ними и большая часть их доходов. Кроме того, ушла перспектива монетизации их стартапов, то есть, например, Яндекс вряд ли сможет провести сейчас успешное IPO какой-нибудь своей дочке. Это если брать вот такие компании. Вторая часть рынка – это компании, которые пытаются восстановить свою операционную деятельность, и она точно по объему меньше. То есть, что вы понял, что там «Госпромнефть», «Этнефть» или там какие-то там «Росы» и так далее, они по факту столкнутся с тем, что их продажи будут ниже, и таким образом мы здесь, инвестор, ставит не на то, что компания вкладывает в свое развитие и зарабатывает больше прибыли, и там отдает ее акционерам, а в то, что просто та котировка, которая наблюдается на рынке, она просто относительно маленькая, ну и можно как бы коллективно купить, она отрастет до более разумных значений, и после этого, ну, как можно будет считать, что компания больше не недооценена, и эти акции просто надо продать. Вот из этих частей сейчас состоит рынок, и если брать компании под переоценку, то мне больше всего нравится «Нелотек», потому что он не теряет перспектив своих рынков сбыта. И, возможно, другие экспортеры, типа «Алросы» или «ММК», потому что, в частности, «Металлурги» могут выиграть от некого запроса на строительство инфраструктуры в России, и, возможно, на строительство и восстановление территории Украины после того, что там сейчас происходит. Там тоже много нужно будет строить материалов, стали, бетона и всего остального. Из всех остальных компаний еще есть такие компании, которые являются нейтральными. Это сектор коммунальных услуг и телеком, то есть МТС и Непро, Интерау и так далее. Эти компании традиционно не давали повышенной доходности инвесторам, на них сложно было выиграть рынок. Но они относятся к таким, которые все-таки не особо пострадали в текущей ситуации и, соответственно, просто могут переоцениться, плюс дать какие-то со временем дивидендные доходы, что в нынешней ситуации ценно, потому что многие компании могут от дивидендов пока отказаться. В связи с тем, что они не понимают, сколько они будут зарабатывать через год и какая дивидендная политика может для них быть устойчивой. Вот. Если в качестве такой круг по рынку я сделал, давайте, наверное, пойдем дальше на какие-то более точечные вопросы. Да, хорошо. Но можно, в принципе, пробежаться еще раз по компаниям, которые вы назвали, просто, может быть, чуть более подробнее. Ну, давайте так. Нефть, газ вы не смотрите, так как эти компании, ну, на ваш взгляд, да, пострадали в текущем развитии событий, и, в общем, непонятно, какие перспективы и так далее. Правильно? Ну, пройдемся так, по отраслям. Да. Я бы сказал, что они недорогие, мне больше всего из них понравился Новотек, а там, Газпром, Татнефть и, допустим, Газпромнефть выглядят неплохо, но я говорю, что я традиционно не люблю инвестировать в нефтяные компании в тот момент, когда заканчивается цикл. То есть, в принципе, если посмотреть на американский рынок, то он явно намекает, что в 23-м году может быть глобальная рецессия, и поэтому получается, что время играет против тебя. Ты можешь видеть, что сейчас нефтяная компания недооценена, и надо по ней инвестировать, но пока твой прогноз начинает сбываться, и, допустим, там нефть дорогая, и акции начинают расти, нефть может стать дешевой, потому что начнется рецессия в мире, например. И, как бы, тут время играет против тебя. Поэтому, ну, как бы, я вижу недооценку, но как управляющий я не делаю акцент на секторе. Вот, по газу мне нравится намного больше компаний, потому что сейчас и State Energy говорит, и вообще многое есть из-за того, что газа будет не хватать. И, в отличие от нефти, он меньше завязан на экономический цикл. То есть, если будет даже рецессия, топить надо, и мобильность может сильно меняться, а спрос на газ в плане производства и отопления не сильно. Поэтому Novotec мне нравится, например, больше, чем нефтяники. Хорошо, Сергей, чем дальше пойдем, в Novotec классический риск отмечают. Все-таки его оценка была с учетом планируемых дополнительных мощностей этой компании, а вот сама компания заявляет, что она переносит сроки ввода новых мощностей. И вообще эти вопросы, ну, как бы, немножко сейчас в подвешенном состоянии. Не видите ли вы здесь рисков? Ну, очевидно, что это так, но надо обратить внимание на две вещи. Во-первых, что Novotec гораздо больше, чем Gazprom, торгует по споту или по формуле, привязанной к споту. Соответственно, его цены реализации сейчас в экспорте, ну, кратно выше, чем были в прошлые годы. И, как бы, если смотреть сейчас по мультипликаторам, которые дают наши аналитики, получается, что он совсем недорогой, и его, и беда, там, не как раньше было, не 8, не 10, и даже не 6. И при этом возможность реализации проектов в СПГ, хотя сейчас и отложилась, она долгосрочно никуда не делась. Они все равно востребованы. Плюс важно то, что компания остается гибкооперационной. Если, например, выбирать в газовом секторе, то получается, что Gazprom будет терять, сбыть полномерно в Европу, и при этом, вероятно, начнет новое капстроительство, чтобы прорубить себе окно в Китай. И деньги акционеров могут уходить сначала на капстрой. И таким образом может сильно-сильно снизиться дивидендная база в будущие годы. У Novotec такой проблемы нет. То есть он зарабатывающий бизнес, который платит дивиденды и при этом может развиваться дальше. Если смотреть на несколько лет вперед, то, может быть, мне кажется, персонально лучше. И как бы то, что вот эта вот какая-то сверхоценка за то, что Novotec должен что-то построить, она сейчас, ее уход не ухудшает, но не привлекательность этой компании. Хорошо. Так, идем дальше. По Медаллургам еще раз, если можно. Выделили ММК, там, Северстабельно, ММК меньше нравится? Ну, сейчас ММК и Северстабельно плюс-минус одинаковы по приоритетности. То есть ММК, наверное, меньше, менее экспортная компания, но учитывая то, что внутренний рынок меньше пострадал, чем внешний, получается, что это и не так плохо. Северстабельно просто компания, которая достаточно отразила в своей цене то, что она потеряла часть экспорта, она может свой экспорт со временем перенаправить. И таким образом все-таки получается какой-то кейс для обсайта. Плюс, я говорю, что у этого сектора есть скрытый дайвер, который может заключаться в том, что если государство поставит задачу переориентировать экспортные потоки, то требуется перестроить определенную портовую, железнодорожную и прочую инфраструктуру, что создаст дополнительную подушку спроса для металлургов. И в этой ситуации нельзя металлургов назвать всех прибыльными в отрасли, но важно то, что у них сохранятся объемы, даже, возможно, в те времена, когда у других отраслей дела будут хуже, потому что государство просто их даст, ну, исходя из таких госзадач. Ну, понятно, да, большая стройка требует как минимум много металла. Так, хорошо, если, опять же, дальше идти по тем компаниям, которые вы заявили, потребительский сектор, наверное, классический, да, Магнит, Х5, Детский мир, может быть, еще какие-то компании вы выделяете? Ну, в принципе, нам нравится этот сектор как наиболее стабильный, потому что, как мы понимаем, если наблюдается падение реальных доходов за счет инфляции, то выникает ситуация, когда то, что называется consumer cyclical, то есть какие-то небазовые расходы у населения могут резаться в пользу того, чтобы поддержать траты на самое необходимое. Как правило, ритейл в таких ситуациях выигрывает, инфляционная среда, речь о фуд-ритейле. Поэтому, ну, наши фавориты были бы Магнит и Х5, но учитывая, что Х5 пока никак не разрешил ситуацию, что у них будет с расписками, то мы выбрали Магнит как фаворита. В целом, ну, вот последние два месяца, еще с тех пор, как рынок в целом обрушился и там начал, как-то сейчас там выкупился, снизился, Магнит был одной из лучших акций на рынке, и в нашей модельном портреле у меня была самая крупная акция и остается. Вот. И я очень, ну, верю, что, в принципе, акции Магнита могут показать еще процентов 50 рост на горизонте года-полтора. Вот. А если брать всех остальных, то самый интересный, наверное, там, это фикс прайс, но, опять же, если бы это была акция на территории РФ, а пока как бы из-за этого, ну, расписки не очень комфортно инвестировать. Но вообще очень важно, что у фикс прайса 80% товаров производится на территории РФ даже, но не импортируется, и поэтому у них удается сохранить ассортимент, ну, и при этом это самые базовые товары, и нет проблем с тем, что потребительский спрос может страдать на них. Наоборот, компания продолжает развиваться. И она чем-то похожа на детский мир несколько лет назад, когда, с одной стороны, продажи растут двузначными темпами, а с другой стороны, у компании хватает кэшфлоу, чтобы платить дивиденды. Ты получаешь как акционер и дивиденды, и рост, и как бы понимаешь, что за несколько лет компания может удвоить свои доходы и удвоить капитализацию, плюс ты получишь по пути несколько процентов ежегодно в виде выплат. Это очень такая мощная, интересная смесь. Поэтому пристально следим за этой компанией, хотя пока не можем сказать, что лоцировали немного средств. И если брать всех остальных, то там есть у нас белуга, которая хорошо отчиталась и продолжает делать что-то подобное, потому что, хотя это, казалось бы, там какой-то импортный и водочный бизнес, отчасти экспортный, по факту главный их проект роста – это строительство сети магазинов, которые очень быстро строятся и примерно там дает, ну, примерно 30-е эрар на вложение, так же, как в периоды, когда, например, X5 и Magnet строили свои сетки. Вот, что дает хороший потенциал рост доходов компании. Мы видим уже трек несколько лет по развитию этой сети, она конкурентоспособна, маржинально, добавляет в оценку компании. Вот, и если брать еще другие компании, то Детский мир, в принципе, тоже выглядит нормально, такая спокойная инвестиция для инвестора, который хочет инвестировать в внутренний рынок. Ну, то есть, обстоятельства не точно есть, но при этом это там не топ-1 в секторе. Хорошо. Популярные в свое время компании, но точно нашибевшие маркетплейсы – Озон. Ну, по Озону я бы сказал, что у них сейчас мы не видим большого апсайда, то есть в свое время до кризиса мы их оценивали в 1700 рублей за бумагу, ну, там, скажем, до недавних событий, и акция полномерно шла к этой оценке, что нас несказанно радовало. И с тех пор ничего сильно не поменялось. То есть мы видим, что есть WildBS, ну, очень сильный аналог, который прибыльный, и Озон, который за 20 лет так и не смог стать прибыльным, хотя занимается ровно тем же самым. И при этом видим, что в компании очень сильно перестраивалась сейчас корпоративная культура, они перекупали очень много людей из Яндекса и прочих-прочих-прочих, но не следили за расходами. То есть им было важно настолько поменять все, что они готовы были быть очень убыточными и делать это много лет. Сейчас получается, что у компании осталось только на один год их операционных убытков кэша, и через год им придется либо резко стать прибыльными, во что мы не верим, либо придется размывать своих акционеров и проводить раунд. И вряд ли он будет очень успешным. Ну, учитывая то, что это просто огромная убыточная компания, которая множит свой убыток. То есть чем больше они становятся, тем больше денег они в год сжигают, учитывая, что убыточный бизнес. И чем больше, получается, они выросли, тем сложнее им потом объяснить, как они резко сделают тернераут. Поэтому нам бизнес совсем не нравится. Если смотреть на Яндекс и ВК, то получается, что ВК может сделать какой-то рывок за счет Алиэкспресса и за счет того, что получит какие-то рекламные доходы. Но, к сожалению, там не все однозначно с тем, как это выглядит с точки зрения рекламодателей. То есть мы видим, что общаясь с нашими клиентами, кто и коллегами занимается рекламным бизнесом, все маркетологи, кто пробовали переносить больше бюджетов ВК, отзываются о нем очень плохо. В смысле, что не получается такой стоимости клика и так далее, чтобы это было выгодно клиенту. В итоге, если сначала был хайп, что Инстаграм, например, закрывает и ВКонтакте выиграет, по факту он быстро привел к обнулению этого тренда, и получается, что ВК не выиграл. Если брать Яндекс, то они, конечно, намного более стабильны, и, очевидно, забирают свою долю в поиске и так далее за счет нынешней ситуации. И там, очевидно, есть апсайт. То есть я думаю, что, в принципе, реакции Яндекса сейчас недооценили существенно. Сейчас я могу сказать, насколько точно по нашей оценке Яндекс. Так, ну, процентов на 70. Вот, но это все-таки, я думаю, что есть дисконт в рынке ко всем бизнесам сейчас, учитывая геополитику. То есть, ну, условно говоря, просто если вернуться к тому, что было, то, да, проценты 70, апсайт, ну, дали этой акции. Хорошо, спасибо, кстати, за такие более, ну, действительно точные оценки. Это здорово. Хорошо, идем дальше. Если можно, пропустили совсем финансовый сектор. Не инвестируйте в него, не смотрите, или просто пока не упоминали? Там, Бирбанк, БДВ и другие банки. Ну, с банками ситуация такая, что, поскольку сейчас потребитель и кредитное качество пострадали, то очевидно, что банкам грозит определенный уровень резервов. И аналитикам сейчас предстоит понять, насколько он будет большой. Если сначала все боялись очень сильного ухудшения кредитного качества, то получалось, что у нас в свое время получалось, что там целевая цена по Сберу – это там 120 рублей. Как бы исходя из того, что он должен стоить чуть попозже, чуть побольше, но если это продисконтировать к текущему моменту, то получалось совсем немного. И в целом мы играли против Сбера, то есть использовали Шварцберга как хедж нашего портфеля. При этом сейчас ситуация улучшается, потому что ЦБ быстрее нормализовывает кредитную политику, пытается поддержать спрос, и спрос на кредит в том числе. Поэтому оценка этого сектора будет расти, но вы правы, он для нас сейчас не является фаворитом. То есть мы считаем, что Сбера и ВТБ имеют небольшой апсайд, но этот апсайд проигрывает другим секторам, поэтому если составлять портфель, то будет выгоднее отдать предпочтение другим акциям, а эти дождаться, чтобы они отстали от рынка, либо чтобы они показали результат выше, чем мы пока закладываем в свой прогноз. Хорошо, ну то есть в 2023 году как бы не видите восстановления прибыли, роспуск резервов, или просто пока... Нет, это будет, просто как управляющий, я бы так сказал, что... Ну, то есть когда мы оцениваем сейчас эти банки, мы делаем некий микс из оценки по 22 и по 23. То есть по 22 оценка достаточно сильно упала, а по 23 она частично восстановится. Поэтому чем ближе к 23, тем больше будет расти целевая цена на этот горизонт. Но учитывая то, что сейчас горизонт планирования не очень длинный, то, наверное, мы считаем, что пока лучше воздержаться от инвестиций в этот сектор, и скорее более вероятно другая ситуация, когда, например, там прошло полгода, допустим, эти акции отстали от рынка, и тут как бы все понимают, что там, ну да, в принципе, резервы распускаются, да, там худшее не произошло, и давайте в них проинвестируем, и они могут показать какой-то рывок. То есть в речи о тактике. Да, я понял, понял, да. То есть как бы, в общем, вы верите в некое восстановление, но, как сказать, ставка на это восстановление должна быть сделана скорее ближе к концу года. Хорошо. Чуть-чуть ускоримся, чтобы потом поотвечать на вопросы. Забыли про NVIDIA. Пару слов, компания сильно снизилась, один из лидеров в своем сегменте, как вы на него смотрите? Смотрим в целом конструктивно, то есть нормальный бизнес, и у него точно есть апсайд. Единственное, что нас смутило, это две вещи. Сам видео говорит о том, что у них много онлайн-конкурентов сейчас, которые, ну, у них позиции рыночные похуже, но им как-то нужно продавать свой товар. И несколько кварталов NVIDIA получает давление на груз маршин. То есть им приходится тоже давать какие-то скидки, чтобы конкурировать с ценами, которые дают их конкуренты. Всякие маленькие магазинчики. Во-вторых, в видео пришлось увеличить оборотный капитал, потому что в COVID были хорошие метрики, а потом пришлось поставщикам вернуть старые условия. И в-третьих, существует трехлетний цикл оборота, скажем, запасов техники, ну, каких-то ноутбуков или чего-то такого. И сейчас он подходит к концу и параллельно подходит к концу период, когда в России был большой ввод жилья и, соответственно, большой спрос на бытовую технику под это жилье. Сейчас этот спрос тоже падает. Ну, потому что даже квартира падает, ну, и всяких стиральных машин нам нужно меньше. Поэтому мне кажется, что этот бизнес как бы не лидирует в портфеле. Он может там расти вместе с рынком, у него есть дисконт. Но я вот как бы вижу несколько таких встречных ветров, которые мне не нравятся, и поэтому я бы не делал его хедлайнера в портфеле. Хорошо. Две обычные такие точечные истории. Русал, ГМК. Как вот на них смотрите? Ну, так сложилось, что мы не считаем Русалу как бы компанией, которую можно считать инвестиционной, потому что получается, что ее акционеры, ну, это как Мечелом, типа, торговать. Получается, что ты понимаешь, что дивидендов никогда не будет, а акционер делает какие-то инвестиционные проекты, связанные с тем, чтобы, ну, как-то компания развивалась. И как вот здесь компания, которая, ну, как бы что-то делает, но при этом непонятно, ты как, Александр, никогда ничего не получишь, пока собственник сменится. Это такая спекулятивная, получается, позиция. То есть аналитики компанию оценивать могут, рынок ее тоже переоценивает, но будь там другая ситуация с собственностью, наверное, она стоила бы других денег. Центр на 100 больше. А так, получается, я подношу Русалу только как спекуляции. Что касается ГМК, ну, это, безусловно, очень сильная компания и нормальная история для портфеля, учитывая то, что происходит с цветными металлами и инфраструктурой в мире. Но вот то, что происходит с рублем, довольно сильно убивает ее потенциал. То есть думаю, что просто, ну, такую компанию нужно просто купить немножко дешевле. То есть не видим, что там есть большой апсайд и понимаем, что актив классный, но не по этой цене. Хорошо. Алроса тоже вот такая отдельно стоящая компания. Алроса абсолютно нормально, да. То есть процентов 30-40, я думаю, что инвесторы могут заработать на этой идее и получить небольшой дивиденд, учитывая, что Якутии все равно нужно получить что-то из Алроса. Окей. Сельскохозяйственная отрасль, ну, или там, может, производитель еды, скажем так, Русагра, Черкизова, может быть, русская кокультура еще туда можно поднести? Угу. Ну, русская кокультура, наверное, один из бенефициаров ситуации, учитывая то, что они могут, в общем-то, развивать свою долю рынка. И тут, как с любой компанией, рост, важна, ну, просто, важна цена. Вот, честно говоря, сейчас мы ее не оцениваем в последнее время, но можем к ней вернуться позже. А если брать Русагра, то, думаю, что недооценка порядка процентов 30. Это достойный имитент с хорошей стратегией и, ну, как бы, ну, как бы, в принципе, довольно стабильная инвестиция в любых условиях в этот сектор. Если говорить же про Черкизову, то, ну, это менее ликвидный и имитент с меньшей историей, которые исторически, мне кажется, у них было два эпизода, когда они пытались провести доп. эмиссию, и они ценили себя дороже, чем рынок. То есть менеджменты, собственники сигнализировали, что они себя оценивают несколько дороже, чем биржевая оценка, и пытались там периодически большим дивидендом или еще чем-то приманить инвесторов, чтобы сделать СПО. Вот. Это как-то настораживает, поэтому мне всегда казалось, что Русагра там в большинстве случаев часто по рынку выглядела предпочтительнее. Ну и я думаю, сейчас ничего себе не поменялось. Единственная важная особенность, что Черкизову не такой индексный имитент, и вот как мы сейчас видим, он может немножко вести себя как бы самостоятельно, как вот Акроны или еще какие-то. То есть если индексные акции в России ходят часто дружно, то в период отрабленности небольшие акции, которые не пользуются большой популярностью, часто могут показывать свою динамику или не участвовать в каких-то больших рыночных заливах. Хорошо. Так. Ну, вроде бы по основным компаниям пробежались. Может быть, вы скажете, кого-то забыли, кого-то еще хотелось бы вам выделить. Думаю, что... Сейчас попробую вспомнить, кто еще. Знаете, минеральное удобрение, до Акрон говорили, там, компании достаточно сильно выросли. Считаете ли вы, что могут еще вырасти цены, например, на минеральное удобрение на высоком уровне надолго? Или все-таки эта вот история, как вы с нефтью сказали, скорее некий конъюнктурный момент, который может закончиться, и как бы инвесторы могут оказаться в не очень хорошей ситуации? Я думаю, что, скорее, второе. То есть тут какая ситуация? Вот мы недавно связывали с менеджментом Фосагра на тему их рынка. Что они говорят? Они говорят, что текущие цены на удобрение уже начинают разрушать спрос. И многие покупатели, ну, просто вообще не готовы поддержать их заказы. То есть котировка есть на споте, то есть неудачливый покупатель, вынужденный покупать сейчас удобрение, вынужден платить текущую цену, но больших объемов они не ожидают, что пройдут по таким ценам. Поэтому, вот как вы сказали, получается, что может быть легко коррекция цен на удобрение, и, соответственно, и коррекция дальше в этих акциях. Но тут есть большое различие. То есть в Фосагра, я бы сказал, что есть достаточно рыночный прайсинг, то есть там больше ликвидность, и инвесторы как-то нормально реагируют на ситуацию. А в Акроне довольно много, очень маленькая ликвидность, там фрифлот меньше 5%, если я не ошибаюсь, может быть, дальше меньше 3%. И как следствие, небольшого количества активности физлиц может быть достаточно, чтобы быстро переставлять котировку вверх или вниз. И пока они верят в то, что там Акрон бомба, значит, он может еще и вверх переписать. Но если смотреть на то, что были какие-то серьезные инвестиции, я думаю, что фонды и вообще какие-то серьезные инвесторы понимают, что в таких штуках участвовать опасно. То есть заскочить в них можно, а выйти из них можно, так сказать, ошкурившись изрядно. Понял. Последний инвестор спрошу, может быть, слушатели еще подкинут каких-то компаний. Строители. Понятно, что все плохо, все против низ, все против них, но и цена достаточно сильно упала от, по крайней мере, заявленных уровней. Смотрите ли вы вообще в этом направлении? Или кажется, что все-таки это рискованно и там проблемы все еще впереди? Я думаю, что это вопрос цены, пока нам больше всего нравится. Ну, нам определенно нравится там самолет, потому что они делают проекты комплексного освоения, когда они достаточно много инвестируют на структуру на старте, и потом там достроить энный дом или очередь для них не так уж дорого. А это дает преимущество в себестоимости. Также похожую стратегию начал реализовывать эталон, но мы в последнее время еще их не переоценили, то есть у них там сильно очень скажет, с качеством журналистов. То, что я могу отметить, что в этом секторе стратегия всех девелоперов связана с тем, что при очень высокой ставке ипотеки на вторичку или вообще просто базовой ставке ипотеки, строителям придется пожертвовать частью своей маржи, чтобы обеспечить, например, ипотеку под 6 или под 7 за счет того, что заложить часть в себестоимость, а часть просто просубсидируется из своего кармана, из своей прибыли. И вот как эти проекты, как их экономика будет складываться, надо следить. И, наверное, один из важных показателей для выбора того или иного девелопера должна быть и беда маржа. Потому что если у тебя низкая себестоимость и эффективное строительство, значит, ты можешь дать дешевую ипотеку, значит, ты можешь продать больше. Потому что, по сути, вот эта льготная ипотека, ее стоимостью будет определяться конкретно способность проектов того или иного застройщика. Ну, то есть более, как это, более… Ну, если конкретно, то ЛСР нейтрально, самолет и эталон сейчас предстоит нам оценить. Просто девелоперы всегда обновляют оценки, исходя из того, какой у них пул проектов. Порой там не так просто его правильно оценить, если прям делать финансовую модель, которая учитывает каждый отдельно взятый проект их. Хорошо, может быть, пару слов про пик? Про пик? Ну, я думаю, что они закономерно снизились, но это компания с финансовым ресурсом, и там текущие котировки, скорее всего, предполагают апсайт, как и по всему рынку. Но самолет нам нравится больше, чем… Ну, понял. Хорошо. Сергей, вот переходя уже к вопросам слушателей, вот Александр спрашивает, с учетом развития военного потенциала страны, действительно мы тут отрасль не затрагивали, может быть, какие-то компании вы смотрите, там ОАК, Иркут, вот эти отрасли, эти компании рассматриваете? Если да, то что скажете? Ну, мы считаем, что всегда в этих компаниях важно было не получение прибыли, уж тем более не забота об акционерах, а выполнение государственных задач. Поэтому вполне вероятно, что будет чистая прибыль больше, но это вовсе не значит, что больше будет цена акций и так далее. Скорее, прибыль найдет применение, что дальше развиваться. Ну, чтобы сама компания в себя инвестировала или делала какие-то госзадачи. Поэтому эти сектора традиционно не инвестиционные. То есть, я считаю, им нет места ни в каком долгосрочном портфеле. Хорошо, радикально так. Ну, окей, безусловно, тут каждый инвестор, в конце, решает, и это только мнение. Поехали еще раз к вопросам. Наверное, вот Олег спрашивает, это какой-то, наверное, ваш поклонник, в плане того, что вопрос почему-то, когда доллар будет по 110. Вся зная именно эта цифра, но мы идем по порядку, постараемся на все вопросы отвечать. В общем, по доллару, да, может быть, что-то... Что-то кондирую. Скажите. Мы строили какое-то время назад модель с коллегами, и она подразумевает простую логику, что если ВП России в реальных величинах сокращается, то очевидно, что России нужно будет больше импортировать. И когда центральный банк идет по пути наращивания денежной массы в обращении, то и стоимость денег обесценивается. Вот. И дальше получается, что это создает предпосылки для того, чтобы рубль в долгосрочке ослаблялся. Но учитывая то, что валютный рынок у нас сейчас сильно изменился, и он, в общем-то, полностью сейчас зависит от экспорта и импорта на 90%, на 10, наверное, от других финансовых потоков, например, переводов за рубеж или чего-то такого, то переход от ситуации, которая у нас есть сейчас, до более слабого рубля, он явно затягивается. То есть получается, что экспорт России сейчас конъюнктурно на максимум, он не всегда будет там. А импорт России сейчас из-за торговых ограничений почти на 50% ниже, ну, был на 60 в марте, апреле, получше, чем год назад, например. И получается, что у нас огромный перекос и огромный сбыток валюты, который толкает курс доллара вниз, и там разные курсы звучат. Поэтому наш актуальный прогноз по курсу доллара, то, что к концу года, наверное, мы пройдем к 75, но в долгосрочной целевая цена эта 110, и она исходит именно из вот таких вот балансов, так скажем, производства и обеспеченности валюты реальным ВВП. Вот. Ну, то есть в более долгосрочной перспективе, да? То есть уже, скорее, 23, да? Ну, может, 24, да. Просто, по сути, вопрос состоит так. Как быстро Россия сможет восстановить импортные свои все поставки, хоть на уровень, как они были на начало года, плюс, как быстро цены на сырье уйдут с экстремальных уровней. Ну, и что явно случится, это то, что под конец года мы ожидаем, что Европа не будет импортировать российскую нефть и сократит импорт газа. Это вот шаг в этом направлении уже тоже. Вот тут остановлюсь. Просчитывали, смотрели, просто ожидания. То есть, ну, там, отказ от российской нефти, особенно мы просто тоже смотрели, с учетом того, что многие нефтепрерывающие компании имеют, скажем так, прямой выход к трубе, и заменить ее, мне, по крайней мере, сложно представляется. Как все-таки считаете, что к концу года смогут они решить этот вопрос? Ну, мы считаем, что этот процесс будет, ну, как бы, драйвиться именно самим потребителям постепенно, но он будет пока двигаться в одном направлении. То есть, получается, что, с одной стороны, европейские потребители, ну, наверное, через какие-то трейдеры или какие-то другие механизмы будут стараться покупать российскую нефть, пока она дешевая, и пока ее покупать в законодательном Евросоюзе можно, когда эта возможность исчезнет, ну, по крайней мере, об этом сейчас идет речь, мы это как сценарий сейчас обсуждаем, да, то получается, что придется либо где-то использовать обходные пути, либо Россия, направить часть экспорта в Индию и, там, через ВСТО в Китай. Получается, что в этой ситуации, да, действительно, экспорт сократится, и это повлияет на курс. Если отвечать на вопрос, может ли Европа полностью там заместить поставки из России, то этот процесс, я думаю, что, ну, как бы, это вопрос времени, а не, как бы, ну, то есть, если они так решили, они рано или поздно так сделают, вопрос, как быстро им это все поставят. Возможно, они с нами сорвут свои сроки и, допустим, там, смогут это сделать позже, не в конце этого года, там, к середине следующего. Но как тренд все равно на это ставим. Как тренд это, наверное, тут всем очевиден, тут вопрос, все спорят о сроках, то есть, это либо год-два, либо, там, два-четыре, либо, там, пять и так далее. То есть, тут вопрос сроков. Ну, окей. Ну, наш быский простой вопрос. Что будет падение потребления нефти за счет того, что будет рецессия в американской экономике. И это даст возможность и время для того, чтобы как бы сбалансироваться рынку нефти. Ну, понятно. То есть, вы скорее ждете, как бы, удар по этому рынку с другой стороны, да? Ну, хорошо. Ну, это важно для рубля и для нефтяных компаний. Давайте чуть-чуть тоже поговорим об этом. Ну, хорошо, там, американская экономика понятна, повышение ставок. Все-таки есть растущий Китай, растущая Индия, которая, ну, и, в общем, мир, который, скажем так, потребление растет, в том числе и нефть, и нефть задействована во многих товарах, так или иначе. То есть, нет ли ощущения, что, ну, скажем так, развивающиеся страны могут продолжить увеличивать спрос на нефть? Ну, вообще, это есть как тренд, просто я имею в виду, что в любой рецессии третировки нефти все-таки снижаются, потому что, ну, спрос более волатилен, спрос может падать довольно резко вместе с экономической активностью и спросом на мобильность. А предложение, ну, как бы, более инертно, то есть, если там есть какие-то инвестпроекты, они даже в кризис как-то выполняются. Поэтому получается, что если, допустим, мы видим, что в Америке и Европе там случается рецессия, ну, и Китай тоже затронутся, связаны рынки, то просто получится так, что спрос на нефть упадет на, там, допустим, хотя бы на пару миллионов баррель, где-то поможет там рынку найти баланс, даже с учетом того, что, допустим, часть российской нефти с него уйдет. Вот. И учитывая то, что, ну, тайминг это, там, 23 год, то и так много времени осталось, и события с европейской политикой, и сессии, они тут переплетаются. Ну, это пока как на версии, тут очень сложно так давать тайминг. Месяц в месяц так не бывает, но вот это base case, что пока что цены на нефть будут высокими, мир будет ощущать дефицит, но как вероятный фактор, что это балансируется просто через кризис. Ну, понятно, я имею в виду, что как бы на пороге скорее стоим. Понятно, со сроками всегда сложно, а это правда. Так, дорогие слушатели, я пропускаю несколько вопросов, достаточно много, но просто потому, что мы по факту прошлись по этим компаниям. Вот, давайте договоримся пока все, что просмотрел, все, что до 18.05, если кто-то считает, что все-таки вашу компанию мы упустили, или хочется еще раз на нее посмотреть, напишите просто под каким углом, то есть может быть какой-то точный вопрос по компаниям, по которым мы уже прошлись. Вот кого забыли, так это золотодобывающие компании, там, Пулюзолт, Полиметалл, если можно, тоже пару слов про них. Ну, Пулюзолт довольно крепкий имитент, но сейчас довольно такой сложный период инвестирования в этот сектор, потому что получается, что Пулюзолта никогда не был дешевым, и обычно все-таки следовал за трендом в золоте, учитывая то, что сейчас идет изъятие ликвидности в США, и там то ускоряется, то замедляется ВВП, то по золоту, скорее всего, просто будет какой-то волатильный год, когда она будет колебаться от 1750 до 200 за унцию, и я не жду, что будет тренд в золоте. Если брать, ну, второй фактор для этих компаний, это доллар, получается, что пока доллар снижается, то по всем экспортерам бьет, но если нефтянки, это, может быть, компенсируется тем, что нефть очень дорогая, то Пулюзолт это не компенсируется, и получается, что он один из довольно уязвимых имитентов, пока рубль крепкий. Поэтому я думаю, что Пулюзолт может расти ровно, как ГМК, никель, в тот момент, когда тренд по рублю сломается и доллар начнет набирать. Скорее всего, это будет третий квартал, когда в России будет мало запасов и будет довольно жесткий спрос на импорт, на их возобновление. Многие импортеры отмечают, что они распродают, а пополнить запасы не удается в полном мире. Если говорить про другие компании сектора, то, наверное, самый дешевый и, как ни странно, интересный, может быть, Селегдар, хотя учитывая то, что у них есть развивающийся бизнес и по олову, и другим металлам, и там очень жесткий дефицит. Во-вторых, мультипликаторы, типа 4, и так далее. И в-третьих, компания продолжает расти, то есть в Пистис Ростеха мы начали осваивать крупное месторождение, которое может их выводить в топ золотодобычи России по объему со временем. Вот. Поэтому, если смотреть на тоже, кто недооценен, хоть и маленький, хоть и менее корпоративно-прозрачный, но, наверное, всегда, кто классный, но я бы купил дешевле, это Полюс. Если брать полиметалл, то там действительно большой дисконт, его отмечают все аналитики, наши и многие другие, но я бы сказал, что тут есть неопределенность судьбой эмитента. То есть, судя по тому, что они говорят, компания, вероятно, может разделиться. И как активы, в смысле производственные, и долг, кэш, то есть активы и обязательства разделятся между двумя балансами, ну, пока понимания нет. Поэтому на части дисконт этим обусловлен, что это зарубежный эмитент и что как инвестор ты не очень понимаешь, как акционер может поделить компанию, в каких пропорциях, вот каковы будут условия этой сделки. Вот. Поэтому, наверное, может быть, очень резко рост в этих акциях, когда такая ясность появится, если цена будет соответствовать. Поэтому тут пока туман в отношении Поля металла, и он ее в котировках виден. Хорошо, понял. Смотрите, еще две компании упустили. Отрасль действительно не столь значимая, но все-таки это мать и дитя, европейский медицинский центр, платная медицина при текущих сложностях в российской экономике. Как думаете, есть шансы показать какой-то результат? Отрасль-то, безусловно, защитная. То есть, спрос на медицинские услуги, он неэластичный по цене и вообще по всему. Все мы хотим жить. Вот. Поэтому я думаю, что в компании мать и дитя интересно с точки зрения инвестиций в рост, то есть, концептуально я очень за все компании, которые могут быть завтра, там, ну, года через три, там, раза в полтора-два больше, чем раньше. Поэтому, может, я готов, там, идти в малую капитализацию, типа, русская культура, мать и дитя, там, поиски в технологии, там, белуга, не знаю, хотя это, там, не хедлайнер рынка. Но я понимаю, что, как бы, будучи их акционером, ты видишь, что менеджмент вкладывает и получает, там, на рубль, там, словно говоря, два рубля со временем. И прибыль растет, и беда растет, отрасль развивается. И может расти не один год. Поэтому думаю, что мать и дитя, наверное, здесь самое интересное, и в европейском медицинском центре, скорее, дивидендная история, потому что у них был потенциал до загрузки их мощностей, и они его реализуют. Но вот каков у них, какая у них инвестиционная именно стратегия, ну, сколько еще там центров в Москве они могли бы открыть, вот эта тема, мне кажется, сейчас не раскрыта. То есть еще с тех пор, как они размещались, они говорили больше про то, что они много будут платить акционерам и смогут немножко подойти на текущих центрах медицинских, но не про то, как они смогут быть, там, в три раза больше, словно говоря. Да, действительно, коллеги приходили к нам, я помню, рассказывали, что в большей степени они себя акцентировали как компанию, которая платит дивиденды, причем стабильно привязанной к валюте, хотя сейчас это уже не знаешь, плюс или минус. Но в долгосрочной перспективе определили, что все-таки в большей степени плюс. Хорошо. Две компании тоже забыли, вот Николай спрашивает, Сигежа, ФК-система из разных отраслей, хотя взаимосвязанная, да, но все-таки ваше мнение, если оно есть. Ну, по ФК-система очевидно, что эта компания недооценена, хотя сейчас немножко сложнее раскрыть свой потенциал, потому что рынок размещений закрыт, ну и получается, что если какой-то из их активов созрел для IPO, провести его будет сложнее. То есть традиционные акции-системы часто показывали переезжающую динамику, когда они говорили, что какой-то из своих дочек они монетизируют. И, ну, например, там МИДСИ, там явно уже, так сказать, как наливная груша висит и еще что-то, но может быть так, что акция отстанет от рынка, а реализует это позже, когда вот это все сложится. Второй момент, что у них есть озон, который нужно как-то докапитализировать будет через год, потому что он съест свои деньги. И поэтому, ну, если бы этого не было, раньше мы оценивали эту акцию в 46 рублей за бумагу, сейчас только в 22-23. То есть мы считаем, что абсайд значительный, но это компенсируется тем, что он может реализовываться долго, и инвестор может ждать этой цены там 2 или 3 года и эффективно получить, ну, условно, те же 20-30 годовых, которые часто инвесторы хотят получить и в других российских бумагах. Поэтому, ну, акция достойная, но нужно быть готовым и подождать тоже. Что касается, значит, у нас был еще, кроме АК... Сигежи. Вот, Сигежи. Сигежи, ну, это классический экспортер, и поэтому при этом есть вопросы с тем, что у них много было мощностей в Европе, и, насколько я помню, они в текущей ситуации попали в неоднозначную ситуацию. Насколько они будут работать, будут ли у них покупать продукцию в Европе теперь. Поэтому сейчас она однозначно выпала из нашего топ-листа, скажем, не нейтральный взгляд на эту компанию. Она даст акционерам определенный ретер, но самый главный потенциал будет связан с тем, когда доллар покажет большой рост, там, выше 70 рублей хотя бы. Вот тогда я бы снова просматривался и был готов ее включать в портфель. Пока бы не спешил. Хорошо. Так. Сектор электроэнергетики. Мы тоже, да, упустили. Вот Владимир про Интерау спрашивает. Ну, может быть, еще какие-то компании из этого сектора вам нравятся? Ну, безусловно, значит, сейчас Интерау и Непро – это две компании, в которых есть спекулятивная идея, потому что акционеры Юнипро рассматривают, в общем-то, выход с российского рынка. Индиректор Фортум сказал, что они собираются продавать. Соответственно, Юкра надлежит Юнипро, Фортум и доля в ТГК-1. Отсюда получается, что исторически у Интерау была история, что у них было много денег, но их не конвертировали в епидо. То есть было, конечно, в компании, но проектов роста было не так много, либо они были не очень маржинальными, так скажем, когда они делали какую-то инфраструктуру для нефти. Поэтому, если они купят Юнипро, это очень сильно переоценит Интерау, плюс по Юнипро может быть оферт по высокой цене. В этом спекулятивная идея. Кроме того, компании этого сектора, вероятно, будут платить дивиденды. Даже если они в моменте откажутся, я считаю, что они к этому все равно придут, потому что он, конечно, позитивный, то есть они зарабатывают деньги, и нынешняя ситуация по ним особо не ударила. Разве что только как объем спроса в экономике. Здесь, конечно, не так, чтобы радикально. Поэтому, в общем-то, можно рассчитывать в нем на 10, а может быть и больше по цене на доходность. Но при этом, честно говоря, у нас было такое решение, что в конце этого года мы исключили сектор из покрытия, потому что мы решили, что лучше инвестировать в компании, которые создают акционерную стоимость, а этот сектор, он ее последние годы не создавал. То есть получается, что спрос на электронергию и тепло в России практически не растет, и бизнес зарабатывает тебе деньги, ты получаешь, может быть, дивиденд, и можешь спекулировать на недооценки или переоценки этих акций. Но в любом долгосрочном портфеле у тебя очень мало потенциала, чтобы ты мог существенную доходность получить от такого инвестента. Поэтому в целом я говорю, что и не про интерау не нравится, и я думаю, что на них можно что-то заработать. Но пока больше нравится как спекулятивная идея, чем как то, что можно положить на три года в портфеле. Хорошо. И вот как раз Лена спрашивает, и как раз я тоже хотел финализировать этим наш эфир. Ну, Лена спрашивает топ-10, если можно. Может быть, топ-5 достаточно. В общем, 5-10 компаний, которые, на ваш взгляд, можно сейчас, и чуть ли важно, по текущим ценам положить в портфель на все-таки 3 плюс года. Не, ну, давайте так. Может быть... Вы задаете вопрос человеку, который хочет через год портфель продать, подождать кризиса. Да, да, да. Может быть, вы сформулируете, я понял, мысль, сформулируете по-своему. То есть скажите, на три года, вот, в принципе, вы это начали, например, на три года нельзя сейчас прогнозировать, потому что, например, я так понимаю, вы ждете все-таки некого кризиса, ну, или, по крайней мере, спада в мире. Вот, поэтому смотрите на год вот такие-то компании. Ну, или какой-то еще вариант. Можно, понятно, ответить по-другому. Я бы выбрал, ну, если пытаться сбалансировать между сифторами, я бы, наверное, выбрал систему Magnit, Novotec, Яндекс, МТС и, например, самолет. Да, вот так. Еще бы в портфель мог включить, например, акции Positive Technologies и кого еще? И, скажу, сейчас, ну, из нефтянки Татнефть. Вот, Татнефть и Госпромнефть примерно равнозначно. Хорошо, это еще раз на короткий период, правильно? Ну, я всегда планирую портфель на горизонт полугода-год, понимаю, что, ну, всегда есть возможность перебалансировать, там, выбрать что-то новое, может быть, что-то вырастет, тоже прибыль фиксировать надо будет. Ну, и вообще, как бы, российский рынок не раз нам продемонстрировал, что тут загадывать на три года себе дороже. То есть, ну, нужно иметь план, что тебе нравится, и какие компании вообще качественные стоит ими владеть. И, так сказать, на полгода представлять, что ты с ними будешь делать. Там дальше цены будут меняться, ситуация будет меняться. Хорошо, на этом предлагаю закончить. Сергей, вам большое спасибо. На самом деле, ну, скажем так, очень, на мой взгляд, полезный эфир с учетом четких мнений по компаниям и даже с некими апсайдами, целями. Это особенно ценно в текущее время, в сложное время. Поэтому, надеюсь, дорогие слушатели, вам было полезно. Вы с карандашиком или с ручкой, блокнотом зафиксировали компанию, которую Сергей выделил, и причины почему. Ну, и, собственно, сможете в дальнейшем уже принять свои инвестиционные решения. Ну, а мы постараемся как раз Сергея позвать, как раз к концу года, чтобы обсудить планы на следующий. В общем, Сергей, вам спасибо. Успехов в вашем проекте. Надеюсь, все это приносит пользу инвесторам, и они могут, так сказать, более взвешенно инвестировать и принимать решения. Да и взаимно большое спасибо. Мы действительно, как коллеги, я думаю, здесь друг друга как раз часто взаимопонимаем, потому что всегда есть две вещи. Я считаю, что важно донести до всех инвесторов одну мысль, что есть аналитика, есть всегда, по сути, управление риском, портфельное управление. И вот, как бы, подытоживая этот эфир, я бы хотел очень посоветовать инвесторам понимать, что сейчас довольно сложный период, когда нет необходимости брать большие коммитменты, то есть большие обязательства, что вы там продержите это долго. И такая ситуация какое-то время продержится. Придется быть внимательным к новостям, чтобы понять, как меняется конъюнктура и предпосылка. Доллар 100, сейчас доллар 50-60, да, и кто, ну, как бы, даже если это можно было предвидеть, хоть и тренд, все равно это очень большое изменение, практически тектонический сдвиг. И поэтому лучше сейчас быть аккуратнее, двигаться мелкими перебежками и сберегать свой капитал. И, может быть, даже, пас, не ошибка, там что-то зафиксировать лучше, чем брать на себя длинный риск и очень долгосрочный прогноз. Хорошо. Спасибо еще раз. И всем нам успехов в инвестировании. Надеюсь, клизный процесс побыстрее закончится, и мы перейдем к росту. На этом все. Вам спасибо и всего доброго. Спасибо. Всего доброго.